приветствую вас дорогие зрители продолжаем мы нашу кампанию так северный хизы наш везде заблокировали наши порты по-моему я еще агентами не успел походить прошлой серии и я думаю что пока вернусь я агентами у мере ну по крайней мере монахом здесь посмотрим еще побегаю ниндзей посаботирую вражеские постройки так нам нужны монахи на всякий случай это у меня вообще нулевой но тем не менее ладно пускай идет это с армией пойдет наверно так возможность до найма еще один монах а здесь нету монаха ну тогда тогда допускай еще один монах будет потрачу уже последние деньги как вы видите следующий ход будет не очень такой прибыльный осадили все по крайней мере 2 вижу 33 порта заблокированы я думаю что со следующего хода я буду разгонять врагов и я думаю что ход 2 3 и наверно будем брать последние амага а вот ну а пока что у меня тут с исследованиями последний ход остался опять таки чардж бонус увеличится и скорость передвижения всех армии увеличивается на 5 процентов но хорошо пропускаем вот построилась у нас атака буны либо не торговый торговля прекращена с одним из кланов бонзай вот нам тут предлагают для исследования ну ну пускай будет сейчас придется много воевать поэтому пускай так осень это наношу не построилась так совершили строительство северных и зен да тут конечно не мешало бы дальше его развивать деньги нужны мне для найма мне вообще хотелось бы лучников набрать каких-нибудь здесь у меня уже набираются и что тут еще какие варианты монастырь что ли хотя у меня здесь был не знаю зачем его потом убрал отсюда так кавалерия до зен направляется конечно не мешало бы это все флотами перебрасываю они очень долго идут а на вот тут ребята ну-ка ныряйте хотите ну ладно тогда идем дальше вот так вот и и войска восстанавливаются конечно долго они будут восстанавливаться по три человека вроде бы как так не мешало бы мне отсюда забрать какое-то пушечное мясо я буду яре забрал к примеру только один отряд могу схватить ну вот так вот тогда пускай будет раз и наверное вот так вот два да лучников наших отправлены назад точнее лучницы отправлю в поселение монаха сюда сразу прикреплю вот так вот так строительство ладно продовольствие мне все равно надо поэтому пускай развивается она дальше что тут еще лагерь неплохой лагерь тут маркет 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 что я забыл же что он дает нам по-моему это будет рисовая биржа по итогу вроде бы как а может быть нет ну ладно тогда маркет пока подождет тут у меня что фермерская деревня фермерский город как вариант можно построить но лучше наверное будет большой город здесь строить будет больше войск в гарнизоне и вообще еще вот здесь бы тоже не мешало бы в будущем отстроить поселение ладно тут монастырь монастырь что-то я тут хотел такое вот организовать лагерь у меня тут отстроенный полностью ну наверное да монастырь пускай еще сахеи будут хорошие лучники тут технология нужна для профессиональных сигару а вот что я хотел вот что я хотел воркшоп точно чтоб здесь стрелки вербовались с хорошей меткостью но хотя я уже так думаю если обратить внимание на сатсуну да к примеру и на вот эти войска которые я тут стрелковые набирал ну у этих понятное дело меткость вообще слабенькая тут так где же эти стрелки ну здесь 100 здесь 80 так где что у меня тут были странно очень странно ну ладно так сейчас посмотрим по технологиям непонятно где-то должны утки ганнерс таки так астанегасима непонятно эти хэви ганнерс тоже почему-то я их не вижу странно потому что я что-то конечно пропустил но почему-то для найма они у меня не открылись так отвлекли меня немного но возможно вот в этой постройке откроются вот эти вот наши чудо стрелки но здесь у меня умеряем а да у нас еще пока нету каких-то дельных стрелок может ну ладно это я думаю в процессе выявится что там есть чего нету я думаю что да раз есть смысл построить вот в этой провинции а вот они да 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 осадная да да вот именно эта постройка нам и нужна вот она раз и строится ну даже не знаю есть ли смысл тут монастырь еще один возводить то есть я смотрю во всех провинциях эти монастыри есть ну как бы для разнообразия хотя я сильно сомневаюсь что по итогу я буду воевать этими монахами вот поэтому наверное пускай пока так повисит я подумаю еще что можно тут организовать так это кто у нас тоже ага мы тоже мятежники так тут агент пускай прогуляться посмотрит оооо а здесь уже Курода сидит и вот мне интересно Курода ты где с кем ты воюешь а не с кем он не воюет сидит себе экономику судя по всему развивает нужно подойти попробовать посмотреть что за войска но у войска не очень я так скажу численность конечно большая много у него асигару мне бы тоже не мешало бы где-нибудь их набирать но я здесь по моему что у меня за постройка строится город в целом то есть можно здесь асигару понабирать я смотрю они достаточно быстро нанимаются один ход вот есть смысл я думаю даже сейчас их наверное заказать пока деньги есть ручные мартары тоже сейчас будет интересно посмотреть как они себя будут вести в боях так асигару асигару ну я думаю их мало не бывает можно наверное взять вот так на полную катушку за один ход у нас сразу пять отрядов приедет а здесь так предлагает нам тут выбор ну пускай будет вот такое чудо монастырь кстати я вот не посмотрел у меня что-то уже ааа опять батлсов саке нужны которые да с кем-то я торговал у кого были эти батлсов саке и каики возможно очень может быть сатомя сильно сомневаюсь хотя ну можно попробовать и каики предложить торговлю хотя я смотрю он со всеми в войне со всеми подряд а вот ну посмотрим сейчас появились ли у меня появилась ли это саке нет отдал я с кем-то другим я торговал а ладно попробуем вот этим кораблем что у него вообще низл рейндж дальность 180 меткость 30 попробуем атаковать корабль он побит я даже второсчет сыграю очень как-то ну вот так вот абсолютно без потерь отправили на дно вражеский корабль вот отлично и я думаю что а ну тут у меня в принципе все все порты уже разблокированы нормально я думаю этот корабль можно отправить куда-то вот сюда к хотя пускай наверное он у меня вот здесь стоит на выходе из бухты из этой и прикрывает как бы от вражеских кораблей тут найм идет отлично 126 копеек осталось ну можно смело пропустить вход исследование по-моему у меня да началось бонза это пускай случается итак порт заблокировали это опять амака буйствует на своих вообще торговых уже кораблях в этом случае так войска у меня здесь набрались войска пускай бегут на корабль на этом чудо-корабле мы плывем так кто это у нас тут кизаки какой-то в мире да пускай плывут сюда куда-то я думаю разобьем эти торговые суда я высажусь где-то даже ну хотелось бы какой-то маневр организовать мы знаем получится или нет так войска зима конечно вот не вовремя ладно пускай стоят собираются точнее восстанавливается армия тут я еще сейчас агентами пробегусь посмотрю что тут у нас происходит тут я смотрю ребята набирают какие-то обороты мы будем вот так саботировать по возможности о отлично ниндзя повысил свой ранг я смотрю он вообще супер крутой стал так плюс 10% к шансу избежать обнаружения в случае неудачи и плюс 7% дальность передвижения для армии где находится этот агент ну плюс 7% ну в целом неплохо ну даже не знаю затрудняюсь как бы ниндзя у меня один то есть ну по сути его можно таскать с армии вдруг если что выйти там попробовать убить какого-то врага поблизости ну в целом да пускай будет плюс я ему сейчас так плюс 10% критического успеха раз два и по идее вот этот вот вот этот эту карточку надо так вот вот так вот открывать ну я думаю в целом неплохо так где тут наши агенты я наверное все таки вот этого дедушку отправлю вперед пускай пойдет посмотрит что происходит ну как мы видим поселение пустое вот этого дедушку можно попробовать в армию посадить его отлично ну если такое дело хотя нет тут зима непредсказуема тут какой-то из сезонов вообще очень сложный для передвижения то есть можно потерпеть очень серьезные потери на при передвижении так северный хизен это у нас торговый порт построился хорошо что у меня здесь еще три хода пускай строится так денежка есть что у меня здесь будет даваться чардж бонус тоже ну у большой торговый корабль вот большой торговый порт и открывает невозможность найма опять таки красного этого корабля я так понимаю торгового а вот ну сколько ты стоишь семь двести фермерская деревушка здесь у меня по-моему был да коэффициент троечка ну а я думаю что фермерская деревушка это конечно хорошо но пускай здесь будет большой город наверное да так вот раз и вот так вот два наверное интересно что это хотя по всему такая не особо уж нужная постройка можно конечно вот так сделать увеличить тут количество наших замковых самураев кстати тут же у меня по-моему нет еще пока не набрались вот еще один ход и я думаю под это все дело на гимнато ки а вот это у нас кто такие это катана ки катана ки ладно пускай бегут два отряда есть можно попробовать набрать еще пару отрядов долго они конечно вербуются на гимнато ки ветераны 18 22 а вот вы ну да вот эти ребята посерьезнее наверное судя по характеристикам мораль 18 тут 16 да эти ребята посерьезнее в содержании они 134 копейки а эти 92 ну да в целом очень даже неплохо вы кто такие на гимнато самураи ветераны ну это мне как бы не очень тут нам надо кавалерию вербовать на гимнато да тут бы вообще надо было строить катаны это хорошо конечно но ну ладно возьму еще вот такой ага ну и пускай вот такой отряд будет пускай строятся тут вроде все хорошо тут строительство идет здесь я чкуга заказал нужную постройку монастырь монастырь даже не знаю что тут такое интересное построить это пускай наверное это ладно пускай повисит пока посмотрим может быть по мере необходимости что-то там будет открываться здесь я пожалуй маркет я по-моему где-то уже строил по моему нам маркет приводит к резерву писовой бирже может я ошибаюсь конечно честно уже сейчас не вспомню просто ладно построим маркет пускай будет так и что агенты уже походили да нужно смело пропускать ход итоги опять наш порт заблокировали исследование закончилось предлагает нам так построение для яре но не знаю я сомневаюсь что он мне пригодится мне очень хочется два хода на это все тратить я думаю что есть смысл какого-нибудь из этих исследований правда долго они делаются но но тут ничего не поделаешь пять пять ходов но тут очень много плюсов для наших армий плюс пять к меткости для все ани в руках коммуниции для всех стрелков точнее лучников так минус три процента стоимость содержания точнее стоимость найма для всех юнитов плюс восемь процентов дальность передвижения на карте компании плюс один процент восстановление армии минус пять процентов стоимости содержания всех армии так заговорочное на это исследование сделаем зима продолжается так вредитель своими кабаями тут плавает где наш флот наш флот идет надеюсь по пути никто не затопит так это есть вот отлично произошел у нас найм ряда войск почему такое смотрю отлично ребята давайте вот сюда присоединяйтесь долго но ничего страшного пускай идут здесь я наверно тоже дождусь пока наберутся вот эти вот эта кавалерия и отправлюсь в путь так строительство у нас по моему ничего так чего не закончилось ниндзю обнаружили пойдем ниндзи дальше погуляем ну чуть-чуть не дошел ну и ладно так я смотрю что здесь амака сводит в свою армию так не хочет да этот агент у меня почему-то нечего делать пускай хоть попробует деморализовать какую-то армию хотя процент ну безуспешно но тем не менее повысил свой ранг это уже хорошо вот один к счастью в провинции где находится этот агент и так это воодушевление армию я так понимаю плюс пять процентов шанс обнаружения ниндзя ну наверно пускай хэппинес будет вот так вот да амака подводит армия поближе знаю что он хочет возможно даже хочет пойти в атаку ух ты ж как что это такое а видимо из-за зимы минус одно продовольствие я не могу понять что оно мигает ну ладно что у нас здесь так это шелковая фабрика здесь у меня самурайская деревня самурайский город а нужен он у меня здесь я думаю не особо он мне здесь нужен у меня здесь много всяких ярия точнее асигару и возможно даже есть смысл ну ладно я наверно пока не буду спешить здесь что-то строить вот эти все постройки пускай наверно пока подождут продовольствие продовольствие вот можно увеличить количество запас продовольствия да можно а нужно так эти ребята идут но идти будут да долго они конечно без а еще и без полководца вот почему они так долго идут ну да ладно тут у нас что все тоже ладно я думаю что эти деньги я уже тратить не буду а пропущу ход вот вот такое интересное предложение от Тани Гасимы он решил пойти с нами на мир и я думаю что стоит его поддержать в этом направлении да это очень даже неплохо я теперь могу освободить свой флот который там стоит так порт заблокирован зима продолжается забираем вот эти все кабаи и быстро быстро наверное двигаемся да нет я наверное часть кабаи вот так вот наверное сюда перекинул в этот флот остальная часть пускай у меня плывет сюда куда-то на север сейчас попробую еще поговорить с Тани Гасимой кстати почему то у меня тут новая а ну да ну да ну да мы же форт построили и у меня появились так Тани Гасима давай попробуем с тобой поговорить насчет торговли так его устраивает это все надо я думаю двигаться в этом направлении как-то пытаться с ним дружить мириться и так далее и тому подобное да вижу ему надоело в блокаде сидеть он решил все таки подумался скажем так так ладно ребята вы наверное да высаживайтесь вот здесь это долго они будут идти наверное нигде не буду высаживаться так стоп вот здесь я просто стану вот так вот да заблокирую этот пролив на тот всякий случай если вдруг тут кому то очень захочется проплыть так ну я думаю сейчас весна наступит мы побыстрее пойдем так Асуми вот такая постройка неплохая постройка но технологии у меня нету для исследований так торговая деревушка сити торговый город вот три еды съест да много оно все потребляет еды ладно я думаю что лучше посмотреть что у меня тут по флотам можно еще организовать не густо я смотрю здесь тоже что вам надо СИЧ эксперт то есть это вообще еще такая беда то есть кстати раз такое дело рынки рынки наверное до свидания я здесь построю этот эксперт осадных орудий чтобы у меня открылся найм вот этих всех пушечных кораблей здесь конечно хорошо что второе есть этот военный порт но толку от него не густо так ладно что у меня еще построилась так ага 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 это вот это вот оно отлично и что то еще вот здесь у меня построился как раз вот этот осадное сооружение да ну точнее спирт осады будем продвигать его дальше пускай открываются новые стрелки тут ждем тут попробуем деморализовать не получилось к сожалению здесь можно попробовать разжечь успешно причем тут здесь что это у тебя за построечка такая да знакомая построечка можно попробовать вот допустим саботаж армия это хорошо но в целом надо будет его двигать в направлении наших вот этих войск чтобы в процессе ну по итогу ускорить передвижение дальность передвижения этих армий ну а пока я думаю что можем пропустить ход надеюсь на следующий уже тут весной как раз получится что мы сможем выйти вот наступление на амака так технология да долгое будут делаться наконец-то весна можем смело переправиться уже на земли амака есть так вот этих ребят тоже можно здесь высадить а можно конечно собрать вот еще один стек вот как-то здесь но я смотрю что долго они так будут идти но тем не менее да я думаю что пускай наверное все таки соберется он где-то в этой части в бузене как раз вот эти ребята подойдут нет все равно дальность перемещения у них смешная флот ну флот наверное на следующий ход поплывет куда-то сюда потому что у нас тут армия набирается вот кавалерия немножко плюсуется так северный хизен продовольствие надо еще больше продовольствия 5000 да так здесь здесь сразу закажу вот этот воркшоп да вот южный хизен у меня построился здесь порт но я думаю что да нет у меня пиратский лагерь но это не страшно почему почему не можем странно почему-то не могу я набирать а у меня уже наверное один есть и то есть как бы все на этом пиратское какой-то замок там что-то вроде этого ну да вот есть у нас красный корабль пробую его заказать ух ты ж как интересно интересно так дальность 500 я так понимаю камен рейндж так меткости тут никакой не указана о вот так вот так вот так замечательно и того есть 15000 15000 это хорошо поэтому будем вкладываться в продовольствие где это возможно тут а ну вот и все собственно 15000 разлетелось как и не было их вот и что-то еще много всего построилось северный хизен маркет сатсуми диски храм бунго бунго большой город и вот можно вообще город здесь заказать как оно все продовольствие ест я думаю что наверно пока стоит притормозиться с этими всеми постройками которые подъедают продовольствие здесь самурайский здесь фермерская деревушка и вот можно фермерский большой город здесь заказать да пожалуй я так и сделаю и вот там где у меня еще есть всякие разные фермерские самурайская деревня зачем она здесь можно смело смело фермерский город заказать что найма у меня здесь нету да пускай будет фермерский город вот и в целом деньги все разлетелись ну ничего страшного ждем атаки со стороны врага здесь уже провинция ушла от атома но агент наверно пускай продолжает где-то здесь стоять прогуляюсь немного посмотреть что тут есть интересного ниндзя ниндзя пускай тут я не знаю саботаж 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 поселения саботаж попробую устроить естественно получилось у него тоже хорошо и пропускаю ход интересно что будет сейчас амака тут устраивать какие сюрпризы это кто кстати у нас тут кокезаки какой-то такая вот интересная атака амака тут бустует ну я смотрю с таким соотношением я наверное авторасчетом сыграю решительная победа один корабль потерял ну это не так страшно я смотрю у них бермудский треугольник переместился да это действительно наверное какой-то глюк такой потому что я смотрю они перемещаются вот именно в те места где стоит где мятежное поселение 5 так как магнитом притянуло ну видимо что-то тут как-то вот происходит непонятно с чем это связано ну да скорее всего просто какой-то такой вот бах в этом моде я думаю что это не так уж там критично как бы то есть на мой взгляд ничего страшного в этом нету да долго конечно ходят эти все кланы уже полным полно у них кораблей армии вот они теперь бегают не знают куда их пристроить так вот эти ребята наверное пускай сюда паркуются ниндзя обнаружен ну это не страшно попробуем тут портить жизнь врага набралась кавалерия и да уже максимум ну как бы максимум то что мы заказали то вот у нас получилось думаю что можем ее забирать и везти по итогу тоже сюда в Бузен а этот флот а вот армия сюда пускай прыгает в поселение тут вот эти бойцы все никак никак не дойдут но уже близки уже близки так вот этот наш чудо корабль пускай наверное он станет вот здесь в проливе на всякий случай чтобы тут не было никаких чудес а вот а этими ребятами можем продвигаться вперед в сторону вот этого поселения тут где-то армия какая-то бегала что я ее уже не вижу ладно попробуем деморализовать армию неудачно и товарищ я думаю у него должно получиться нет тоже не получилось но я думаю это не страшно так Сатсума построился город да больше как бы нечего строить а то что есть стоит очень а технологий у меня нету но я думаю что это такое дело дальше торговый город и больше я пока не буду ничего строить пока не дождусь продовольствия вот здесь единственное что порт не съедает ничего 7200 стоит дорогой какой-то торговый порт ну ладно пускай наверное строится он здесь да вот вот и я думаю опять таки можно пропустить вход весна весна опять постройка закончилась чекуга и сатсума сейч эксперт построился все он топовый так где живут чудо стрелки в общем какая-то постройка что-то я упустил и вот видимо ну зато мы теперь пушки можем строить дальность 500 да почему то вот у меня нету если посмотреть по технологиям то мне интересно хэви ганнерсы вообще где их набирать вроде бы все вот постройки которые нужны там для для войны они все есть стоп нет сам город ничего не дает странно вообще-то очень странно вот эти постройки тоже нам никаких ганнерсов там не дают странно очень странно стрелковая кавалерия тоже я ее почему-то тут не вижу ветераны станет гасима стрелки тоже их не знаю не знаю надо будет наверное посмотреть энциклопедию на сайте ну ладно так ребята давайте быстрее сюда уже все никак не дойдут двигайтесь сюда вы вот все кроме вас двоих наверно наверно вот этого полководца выходите вот сюда так что у нас тут получается ну стрелков немного есть а вот они гасима стрелки так ну хэви ганнерсы так все равно нету да а вот где они да 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 что я вытормаживаю немножко да давайте вот так вот вот и в целом как бы укомплектован почти укомплектован еще один стек а тут можно попробовать даже пойти в осаду ну на осаду мне что-то кажется что там у него подкрепление наверное стоит где-то нет нет подкрепление у него не стоит агенната асигару очень много ну хотя как два два отряда да агенната асигару остальные много кота вот это да это действительно много стрелков вообще два отряда как-то странно и можно попробовать конечно да попробую я их вытянуть все таки на деплокат я возьму посаду поселение может он там с подкреплением придет поселее я думаю намного сюда еще можно сходить посмотреть что у него о монаха казнили чего бывает и такое то есть возможно вот эти ребята ну конечно если они выйдут ко мне с тыл зайдут это вообще будет неприятно они у меня будут сразу появляться как бы в тылу да это будет ну ладно попробую пойти на что в бой ну погодные условия вроде бы как хорошее но какой-то туман есть но все равно начнем расположение войск размещать точнее свои войска какой лучше с какой лучше стороны к ним полезть ну вот здесь вот да удобные стены хотя вот этот подъем сильно наверное устанут мои отряды но все равно я думаю что придется атаковать с двух сторон и с какой же стороны лучше ну во первых у нас же тут есть вот такие веселые мортиры или даже мартар да вот интересно на них посмотреть дальность к примеру да дальность веселая очень даже я думаю где-нибудь здесь их в лесочке разместить по итогу и они будут очень хорошо очень хорошо а может быть даже да наверное пускай так и будет так ну придется разбивать армию на две части атаковать с двух фронтов ракетчики я не знаю сомневаюсь что от них здесь будет какой-то толк а вот ладно я пока наверное запись выключу расставлю войска а потом включу и так приступим немножко я тут а что это они здесь стоят интересно так они построили свои войска ладно ну я смотрю наши ух ты ж ничего себе ого суровые ребята боекомплект правда у них слабенький а ну-ка давайте вы вот сюда попахните разочек посмотрим как я переставил немного да как вы видите я стрелков здесь поставил по крайней мере наших это не гасима вот такой вот залп пошел ух не кисло не кисло и вот оно летит где-то и вот оно призывается не удивительно вот от такого обстрела вот это конечно войска вот это конечно суровые ребята катана сигару а ну-ка давайте посмотрим на вас поближе ладно пускай наверное пока эти товарищи там бомбят мы тут понемногу будем подходить вперед ракетчиков можно сразу сюда выводить вот эти вот позиции лучников против всех взял лучников тоже можно сюда поближе подтянуть да конечно молотят они безумные 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 войска ребята давайте наверно подходите поближе вместе со стрелками так у этих товарищей я думаю дальности не хватит но на всякий случай я наверно не буду рисковать выйду вот сюда наверно на лужайку на эту стрелков тоже вот подведут как то вот так вот поставлю где они должны достать хотя нет наверное достану нет ну конечно мартары это что то с чем то это конечно суровые ребята по другому не скажешь лучники и кто это там а это по нам стреляют вражеские лучники отходим отходим да артиллерия конечно это страшно вообще что то очень страшное так вот катаны катаны бегом пускай вперед идут ребята вы отходите наверное из под залпом да 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 еще отходим еще отходим так кто то у нас вот это вот идет самураи вот эти сюда пускай ракеты 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 это что то страшное вообще это что то страшное вообще так катаны идут тут кого то я тут забыл а вот пушечное мясо пушечное мясо вперед вы ребята сюда на возвышенность луки работают вроде нормально вы ребята давайте наверное старкуете вперед потому что я смотрю враги как то понеслись прям вот так вот за руку я хотел пустить да кстати вот эти да лучников короче тут нету пол города разнес короче да это что то суровое допустим бойцы так вот эти наши баки пускай тоже несут за бой но кого то я тут забыл короче говоря сигару можно даже с собой не водить я так смотрю потому что это что то так ребята ребята вы наверное пока стоп 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 все хватит постреляли и хватит потому что это что то какая то заруба вообще серьезная происходит так не надо никого догонять здесь всех прессуем так давайте 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 лучники лучники попробуют пускай отработать все мартары отстреляли да мартары надо конечно с собой пару отрядов таких возить потому что мартары это страшная вещь так лучники лучники выходите вот сюда вперед вот сюда подниже подниже так тут молотим дальше продолжаем молодить тоже вперед вот вот так вот так вот вот и отходят так вот этих ребят тоже сюда в эту свалку пускай там рубятся хотя это не совсем правильно надо было все-таки туда забрасывать пушечное мясо до разворотишься крепость да уж это конечно серьезная заявочка можно кстати пока вот там там фланги идет бойня попробовать подвести вот этих бойцов поближе ракетчиков дальности хватает но я сильно сомневаюсь что он снова сюда как-то закидывает вероятнее всего они будут попадать просто в крепость этого толку будет мало да вообще слабо я быстрее разнесу весь город на иначе какой-то урон нанесу врагу ладно наверно ракетчики пока стоп хватит постреляли так вот этих наверное яре я буду отсюда убирать что я смотрю такие серьезные потери пускай тут каптаны рубятся как следует катан я думаю здесь пользы будет намного больше и вот эти вот все халатные войска пусть тоже пускай принимает какое-то участие а вот этих ребят да я лучше пока сэкономлю потому что я смотрю как-то вот они так все таки не очень боюсь это показываю так лучники лучники вы можете вот сюда завидовать даже вот вот сюда вы кстати тоже попробуйте по идее должно получаться кто-то пошли обходить ближе просто вот так я думаю все получится да не использовал я бонзай надо было бы надо думаю это тут важную роль бы сыграло но у меня честно говоря просто ракетчики сбили стул просто я ну точнее ракетчики а мартары я не ожидал такого увидеть действительно это таких пару отрядов и не знаю так даже в поле можно будет успешно сражаться они будут очень хорошо закидывать врагу так отлично мы тут всех разогнали пушечное мясо бежит вперед вот сюда вот этим стенам больше пока я наверное никого тут трогать не буду лучники в целом как бы работают я думаю еще чуть-чуть и от вот этих вот отрядов никого не останется мои стрелки тоже по идее тут подошли единственное что я их не направил на стены я думаю они сейчас тоже заберутся туда и будет вообще все здорово и великолепно да от вражеских лучников тут вообще почти ничего не осталось да это даже катана сигару что-то я думал что-то лучники ну-ка ребята вот вы сюда будете закидывать я думаю должны где еще мои лучники давайте сюда постреляйте ну встали да я понимаю ну как бы уже ничего не поделаешь вот здесь конечно эти ребята полезли по такой стене не очень хорошо полезли 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 но я думаю что вот эти бойцы будут держаться очень неплохо хотя много катан может это все печально закончится ребята давайте тоже вперед сюда лучники тоже вперед вот как-то я наверное немного перестарался в этом плане так вот эти бойцы давайте наверное в рукопашку наверное все в рукопашку по идее они как самураи хотят что-то их молотят ну это уже не так страшно почему потому что у нас есть возможность уже нанимать такие отряды поэтому я не думаю что это будет там прям большой проблем наберем еще обидно конечно будут уже эти уже с рангами вот это конечно очень приятно но в целом я думаю это так уж и проблематично к тому же как вы видите враг на два фронта как бы разрывается и я думаю что да потери конечно будут но в целом я думаю справимся справимся сейчас еще лучников подведем поближе и вообще все будет хорошо так это как так получается кто его обстреливает а вот эти вот худики ладно не будем стоять на месте отправляем вот эти наши катаны на стену потому что я смотрю уже некоторый вот один отряд уже разбежался лучники лучники смотрю не очень хотят работать да что то да что то ну возможно они просто не могут закинуть так стрелы хотя нет вроде что то там постреливают понемногу но смотрю не очень так как это получается да стрелков много материал потом еще придется что то все ну вот ладно ребята давайте вперед тоже сюда помогает ну 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 вообще не мешало бы ворота взять ну ай-яй-яй кто то там здесь отряды разбежали да давайте тут на помощь наверное один отряд стрелков один отряд стрелков у меня тут конечно получил ну это конечно я поспешил вот с этим вот с этой вылазкой подумал что они там справятся но что то не очень справляются вот от них осталось 10 дней а это еще и генерал тут сражается ну да так кстати тут это у нас стоит да уж но катаны я смотрю справляются очень даже неплохо догоняем этих хороших людей хотя бы вот этих догоним сейчас все банзай надо было немного раньше включать но все равно попробуем как то так уже добиваем вот этот отряд что у нас тут все никак да три человека осталось катана сигару и все никак не хотят сдаваться странно так а вот я смотрю эти конечно ребята очень даже неплохие мечи давайте давайте на помощь подойдем наверно даже сюда подойдем пока мы потеряли то есть очередной очередной отряд стрелков да катаны все таки стояли до последнего но осталось осталось от меня не нужно если сейчас пойдут на на осаду вражеские отряды то как бы будет так оно не очень хорошо планы заходим в поселение добиваем добиваем генеральский этот отряд я думаю за счет рокетменов и портар получится отбиться добиваем добиваем 19 человек осталось он тут вроде справился да потеря конечно но это штурм в целом как бы не удивительно но опять таки можно было сыграть это все по другому немного но как то вот я рассчитывал на то что враг будет отвлечен на этом фланге и мои стрелки смогут спокойно залезть но враг вот такой вот решил рассредоточиться ладно заканчиваем битву решительная победа так да потери конечно два хороших отряда потерял жаль очень жаль но ничего не поделаешь штурмы тут всегда такие не из лучших да и потери вообще в целом тысяч человек многовато ну ладно уже как есть так есть поселение да я оккупировать починить город после этого дикого обстрела монахом не знаю наверно может нет пока наверно никуда не пойду гулять вот эти ребята я думаю на следующий ход подойдут к нам на помощь как раз один отряд насимадзу то не гасима самураи они пойдут на пользу ну тут много стрелков в целом очень даже нужные ребята вот я конечно жду 4 хода долго но тем не менее откроются хорошие по идее стрелки флот что у меня здесь с армией восстанавливают набирается нет уже все набралось да получается так а ну да как раз посадил на корабли то есть можно им даже отправить на помощь но надо посмотреть что здесь пушки 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 а зачем я их здесь нанимаю если по идее вот здесь они будут с хорошей меткостью да это я наверное поторопился я наверное здесь возьму еще вот этих ребят да раз о кстати это мораль повышена это по моему монастырь этот дает ну да его я ничего тут не может давать эту мораль так раз отряд могу даже два отряда таких взять 18 16 13 18 13 18 ага у этих товарищей защита побольше но урон поменьше ну да у них даже 8 брони а у этих товарищей 6 ну чардж бонус конечно побольше ничего ну даже не знаю так стрелков мы этих наверно подождем пускай они будут строиться уже в другой постройке точнее в другом поселении тут можно конечно мартар заказать для них тут меткость я смотрю особого значения ну как бы не имеет тут даже наоборот лучше чтобы они немного больше их разлет снарядов был ладно давайте еще вот этот отряд один и вот таких вот отрядов наверное парочку не мешало бы еще яре здесь уже нету да ярей по моему максимум набран судя по всему ну значит будем пока катанами воевать тогда можно еще один отряд вот этих вот ну или взять асигаро тоже яре асигаро да вот так вот наверно один отрядик наверное один вот этот уберем вот так вот два отрядика сделаем хотя нет пускай вот так вот будет эти все равно по одному ходу то есть я могу их потом довербовывать сколько мне захочется вот а флот наверное пока отправлю хотя пять ходов он успеет туда обратно сплавать да пускай наверно везет пока подкрепление надеюсь он доплывет вот этими кабаями вот ну и что ж я думаю на этом можно пока закончить данную серию спасибо за внимание комментируйте ставьте ваши лайки подписывайтесь на наш канал всего вам самого лучшего и до новых встреч